о всем привет дамы и господа очень приятно вас видеть и моя кошка тоже рада вас видеть потому что она летающая сейчас она пролетает в кадре вот хорошо и улетает обратно и отлично где вы находитесь рассказывайте как ваши дела как ваше настроение пригласите молодого человека пройтись я вижу прекрасное зеленое сердечко на экране это так классно я даже подниму повыше камеру почему такие мелкие субтитры практически не вижу сейчас укропню о теперь они стали крупные крупные и лайки прямо так приятно растут прям эти привет из закарпатья привет сразу пошли вопросы и первый вопрос поступает от нашего друга можно ли качаться со сколиозами я отвечаю что в принципе это возможно почему бы и нет но есть разные степени сколиоза например у меня есть определенное искривление позвоночника я тренируясь сумел его уменьшить и не прогрессирует то есть я могу приседать с весом 200 килограмм делать становую мне классно мне пошло на пользу но есть же такие степени сколиоза когда извините меня пожалуйста нифига не нельзя даже с пустым грифом приседать вот об этом подумайте мои дорогие маленькие друзья и теперь следующий вопрос как ты относишься к водке скажем так я не буду скрывать что иногда изредка скажем так очень изредка я пил водку да как подсказывает моя жена раз в пятилетку солнышко ты не можешь дать мне дышалку и лампу включить а то меня не видно так вот мы говорили о водке что я не могу сказать что я фанат мне скорее не нравится если даже брать спиртные напитки я бы на раз большим удовольствием выпил бы что-нибудь сладенькое может быть бейлис может быть шампусик какой-нибудь полусладкое вино может быть даже пиво мне больше удовольствие доставить я не фанат водки мне не нравится водка коньяк за компанию можно но опять-таки вот люди воспринимают меня что я там бухаю пью я делаю это очень редко ребята я делаю это раз в месяц делаю это раз два раз в три месяца и даже раз полгода зависит от того насколько подготовка идет подготовка не идет и следующий вопрос сотку весишь сейчас я вешу сейчас я вешу сто четыре сто четыре килограмма мой вес потому что после тайских каникул я отъедаюсь потому что знаю что рано или поздно наступит сушка и нужно пожрать поработать на массу нужно наслаждаться жизнью вот так вот ребята ставьте ваши лайки подписывайтесь на меня друзья хотя час поздно час 12 часов ночи на это видео появится в записи на моем live channel и вы сможете посмотреть его днем это чудесно мы продолжаем наше ночное шоу солнышко ну подойди на секунду помоги мне что с бицепсом он какой-то необычный вот этот бицепс у меня самый обычный а вот этот бицепс у меня порван и левый бицепс порванный вот здесь видите разрывчик бицепса и надо будет взять жир откачать его отсосать из одной части моего тела лампу вот эту передо мной поставить и можно еще вкачать этот жир в эту дырку которая образовалась и повторяю эту процедуру со временем можно будет уменьшить этот изъян но тренировками бесполезно потому что когда у вас мышечные волокна того или иного пучка мышцы гипотрофировались то вы уже не сможете никак это затем не ходит самая красивая женщина на свете имейте это ввиду я очень люблю продолжаем отвечать на ваши вопросы друзья мои зелененькие лайки мне очень понравились но вопросов нет поэтому просто вам расскажу нет есть вопросы как можно набрать массу если нет возможности правильно питаться как тебе сказать никак если ты не будешь питаться ты массу не наберешь то есть тебе нужно или я могу выше поднять ты можешь стоять ты можешь может ты возьмешь садишь сюда друзья мои можно питаться не совсем правильно но определенные правила определенные правила нужно выполнять понимаете если вы не будете выполнять хоть какие-то правила то ничего у вас не получится ничего не выйдет приходится наклонять голову чтобы почитать сейчас вот так посмотреть как усилить аппетит и пищеварение ну во первых можете использовать те или иные специи а специи это очень важно например мне рассказал мой друг берешь рис и грудку и ты не можешь и ты не можешь кушать потому что они пресные сухие все невкусно надо повышать и берешь соль сахар черный перец молотый естественно потом этот как он называется юлечка желтый такой куркума нет шафранку ну что-то нет нет не шафран карри присыпка карри ну оранжевая да пусть будет оранжевая и все это берешь еще берешь сок лайма и все это добавляешь по чуть-чуть свой рис и в свою грудку которые лежат на тарелке получается что они соленость сладость острота кислота еще при вкус карии и вкусовые рецепторы стимулируются ты можешь сожрать гораздо больше и таким образом у тебя соответственно как-то как больше калорий ты можешь потреблять у тебя аппетит обостряется через вкусовые рецепторы а чтобы обострить аппетит надо денек поголодать вот например был такой бодибилдер билл перу знаешь сколько бодибилдер бодибилдер вегетарианец билл перу так вот он хорош чем что он практически один день в неделю всегда голодал у него был такой аппетит из-за этого что он просто объедался остальные 6 дней неделю набирал больше чем вы можете себе даже это представить я даже чуть-чуть оп поднимусь ради вас мои любимые зрители иду на акробатические трюки и поднимаю себя под попой под попное сиденье ну если опущу ниже то тебя не будет видно так вот спалили твой skype она там не бывает ребята вы можете взять этот skype который вы спалили и вот так вот взять его написать так повесить на стену и говорить круто у меня есть и skype но она в него не заходит совсем другие skype очень-очень старьё ребята это старьё это просто просто старьё 14 лет с этой прекрасной женщиной и общаюсь и могу сказать что если бы не она я бы не женился никогда просмотрели какой-то надо вопрос так посмотрите столько этих вопросов заново писать надо напишите ребята ребята и мы не можем отвечать на все вопросы по очень простой причине что периодически от вас поступает одновременно по пять шесть вопросов я лучше возьму один вопрос но отвечу на него качественно правильно мы тем более заболели очень 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 держитесь подальше обхват бицепса 45 это 44 смотря сколько я вешу может и 43 будет если подсушиться но зато качество может быть 48 но вот с таким вот пузом то есть эти 48 будут просто как палка вареной колбасы спасибо ребята за комплименты юлечки мне например приятнее когда и говорят комплименты чем даже когда мне говорят потому что это двойной комплимент сразу и по мне попадает и по юлечки народ не закрывается ребята я же ради вас стараюсь юрий какие анализы издать для общей информации 18 16 лет занимаюсь четыре раза в неделю я немного кстати там задавали вопросы его запомнил если питаться 4 5 раз день можно набрать массу можно если это будет действительно такое питание усиленно красивой формы уникальной спасибо главное редкий в основном я завоевал жену за счет красоты моей формы черепа что делать если не увеличивается то есть вот она сказала что побрился на лысо сергея миронов вообще не та форма головы нет каждого свои плюсы не то не то однозначно посмотрите последнюю серию в тайский каникул совсем не сексуальный череп другое дело у меня согласитесь а у меня была такая шевелевая как у саши ребята следующий вопрос какие анализы сдать какие сдавать анализы ребята ну ну можно сдать анализ на общий тестостерон для начала если ты уже хочешь качаться то без анализа на общий тестостерон тебе некуда деваться просто понимаешь ну куда ты денешься никуда полезла гина ну пиво не пью что делать обратись к эндокринологу обратись к юриу бомбели в конце концов почему бы тебе не удалить гина хирургически но для начала можешь попробовать препараты которые предназначены для рассасывания гина то есть это бромкриптин и можешь поглушить эстрогены поглушить эстрадиоль чек там по принимать тот же там оксифен кламид проверон чек можно самые эффективные попробовать самый мощный аримидекс но опять таки лучше чтобы все это назначал врач а не тренер кто не знает я не ты я не врач я именно тренер то есть отдал общую информацию сказал что я бы сделал но правильный совет к врачу стана засула слабо сработала может плохая стана забыла потому что и что значит слабо сработала может и там ожидал 10 килограмм массы набрать на стана за как можно ждать так долго это же стана за метан соло ребята метан соло это одна из самых глупых вещей которые вообще только можно придумать метан что он где-то он держит водичку представь себе ты нальешься водой бешено а потом всю эту водичку ты сольешь то есть например наберешь там 8 кг а потом если можно капельку присесть капельку присесть можешь да хорошо мне реально хочется от отодвинуться мне так хочется отодвинуться вообще да так в общем метан соло это глупость лучше уже соло от сандролон и то больше толку будет чем это видели там орал туринобол но метан соло это вода просто возьми просто выпей литр воды потом пойди в туалет и попись и тот же самый эффект что от метана соло будет ребята скажите что нибудь еще более откуда я знаю про химию могу объяснить я 20 лет занимаюсь бодибилдингом саша покажи бицепс позировать давай саша позирует он не хочет сейчас так вот как вы считаете что это за тренер по бодибилдингу который 20 лет занимался бодибилдингом тренировал людей подготовил множество спортсменов соревнующихся и ничего про химию не знает да ты просто обязан все знать наизусть по химию ты можешь сам ничего не колоть но ты должен всю литературу перечитать которую только можно это же физиология человека это же гормоны как можно учить людей качаться ничего не зная про обмен веществ про биохимию про физиологию просто грех быть тренерами ничего этого не надо быть просто невежды вот так вот я тебе скажу малыш а что там еще как быстро делать домашнюю работу берешь домашнюю работу и быстро и делаешь раз-раз-раз все сделал красавчик вот жена жена кстати я воспользовался этой методикой кстати вы задавайте вопросы юлечки тоже она очень умная в отличие от тема и отвечает отвечает на любые вопросы как остановить жор в дни срыва ну возьми съешь много грудки даже если ты съешь слишком много куриной грудки не поправишься вообще просто не похудеешь но и не поправишься останавливай жор полезным юля кем-то работаешь скажи образование не экономическое а в основном какие-то подушки занятым удобно саша до деятельности фитнес и питание занимаемся в основном консультации консультирует по скайпу девчонок как стать красивым сделать себе красивое тело познакомились мы так я считал всегда что чтобы быть настоящим мужчиной нужно умеет сделать первый шаг потому что если тебя большие вот у меня есть много знакомых мужиков они у них куча денег да они умеют зарабатывать у них накаченные мышцы ходят в зал качаются бицепсы здоровенные но познакомиться с девчонкой они реально не могут им слабо они боятся они не знают что говорить у меня была такая ситуация в жизни что я был без работы денег не было я решил надо с этими проблемами что-то делать начал искать себе работу не было мышц начал качаться потом я понял что у меня нет любви я очень страдал я был одинок то есть была куча девчонок с которыми можно там легкомысленные какие-то отношения но хотелось же любви хотелось высокого чувства но я такой человек что с кем попало я не могу делиться высоким чувством мне нужно было принцесса нужно было красивая умная сексуальная невероятно сексуальная понимаете так чтобы она и вызывала определенные желания и могла их полностью решить с ними вопрос понимаете о чем я не пел абсолютно трезв у меня просто вдохновение я общаюсь моей любимой аудитории что может быть лучше этом очень долго интересуется подожди я недорассказал про то как я с тобой познакомился какой живешь это вообще значит я расскажу я расскажу как жать лежу одно сначала я закончу как значит познакомил так вот я считаю что настоящий мужик он не только может зарабатывать деньги накачивать мышцы он должен уметь знакомиться с девушкой тогда он не упустит шанс своей жизни он не упустит девушку своей мечты и вот представьте себе такой иду и тут выходит такая красивая девушка как я понял со спины я тогда совершил маневр маневр обошел сбоку спереди так заглянул смотрю а спереди она тоже на уровне понимаете на том же высоком уровне что и сзади если это было очень красиво и спереди и сзади и тогда я сделал решительный шаг и сделал все чтобы завоевать вот эту девушку и этого хватило просто вот все сделать и утра вообще серьезно сразу ничего не воспринимать ну какая разница она тут сидит она будет рассказывать интеллигентный качок мы говорили по со спины на что я смотрел ну как на 100 но естественно на обувь на что же еще мужчины смотрят а жим лежа это очень хороший жим вы знаете вот есть разные жимы есть лежа есть на наклонной скамье есть стоя сидя лежа под углом головой вниз и все эти жимы я очень люблю но жим лежа длительное время на горизонтальной скамье классический жим лежа был основой моих тренировок то есть если я пришел в зал в понедельник и не пожал лежа то это было вообще ну потерянный день и вся неделя если неудачно пошел жим вся неделя была испорчена то есть мне надо было прийти в зал настроиться то есть вообще все мои занятия бодибилдингом первые несколько лет сводились к жиму лежа что делать вот у меня была такая проблема я жал лежа и не прибавлял потом начал убирать ошибки я начал тренироваться по-другому более правильно убрал одну ошибку вторую третью десятую и жим подрос 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 потом я дошел до соточки на 8 то и стал жать соточку на 8 с касанием руди наступил первый такой серьезный не первый второй серьезный застой наступил первый застой у меня был на 70 грамм познакомился с чемпионом мира по жиму лежа он мне рассказал секретики но не курсов не курсов химических не думайте не надеетесь он рассказал по циклирование силовое циклирование и вот тут то я прибавил легко еще двадцатку уже милю же и натура в натура шичку без химии стал жать 120 4 по 5 с касанием груди 4 по 5 в натура шичку запомните ребята для натурала еще и для дрища такого как я это было очень серьезным ну а потом я стал профессиональным спортсменом и пожалуй уже 200 травмировался и больше я не жму лежа большие веса могу взять там килограмм 120 130 максимум мне просто нельзя жить больше у меня грудь может оторваться у меня уже правая грудь надорвана а у меня довольно эффектно накачаны грудные я не хотел бы их потерять поэтому большие веса лежа не жму но я беру гантельки по 60 и делаю 8 раз на наклонной скамеечке у меня отжима гантели вот именно грудь растет а жим лежа это упражнение для плеч спины трицепсов грудь там работает только нижняя то есть вообще если вы хотите красивую грудь накачать забудьте прожим лежа сейчас оставляю на посту юлю она занимает мое место отвечает на вопросы сам на секунду отойду по пудре носик на самом деле мне там высмаркаться на даже не буду в эфир высмаркиваться сами понимаете это было бы некорректно но через минуту я пойду нет вернись давайте забаним бороду бороду забаним сейчас я забаню бороду ха-ха-ха бороды больше нет он даты делся вот а теперь давайте у нас заметили вот мы забанили бороду и сразу количество зрителей увеличилось на 2 то есть вместо каждого хейтера приходит два нормальных пацана и вот наш принцип у нас будет клуб нормальных веселых приятных пацанов расскажу что-нибудь я пока сами знаете куда спрашивали как понравится вот девушки в школе ну я могу сказать что меня удивило у меня был парень школе причем очень удивительные отношения были и он меня поразил тем что он не был таким как все он я не понял что это за парень расскажите поподробнее пожалуйста ты знаешь он был внимательным он был смелым он был очень заботливым а все остальные тупо сидели стеснялись корчились мечтали порву просто где он брал портфель и какой парень вообще тебя не было к сожалению ребята у меня собственный вес при жиме был очень большой со 100 килограмм где-то около 100 я всегда когда вот набрал массу когда начал по своей методике тренироваться у меня вес подскочил с 80 килограмм когда был трещом и занимался неправильно это как вы я начал тренироваться нормально у меня где-то сразу на 20 килограмм где-то за год вес поднялся у меня соединение шикарное вообще идеальное соединение у меня 500 мегабит выделенка 500 мегабит вы понимаете о чем я кто знает тут что такое 500 мегабит проверьте свое соединение и пятки упражнения чтобы уменьшить бедра для девушек юль покажешь каком и как-то сделать все такие маленькие бедра какие маленькие вот видите это вот это бедра у нее очень маленькие бедра все я прошу и накачать бедра побольше на сантиметр где-то увеличить но девушка нравится быть худыми стройными все люди были все спрашивают как она достигла такой стройности были в школе да я не люблю большие хочу школу средние бедра ну значит ребята ну надо меньше кушать мне кажется что основной это диета и упражнение опять же с большим количеством повторений как можно вот у меня одна девушка у меня твои методики увеличились бедра я как бросила заниматься по твоей методике у меня сразу бедра разнесло надо было просто тортики не кушать когда ты из зала сбежала и бедр бы не разнесло тушка на просушку это что я не я не смотрел тушку на просушку ребята бесполезно спрашивать я не смотрел даже не знаю что это такое я могу даже придумать стушка на просушку сушка на протушку бои за вас знаю конечно знаю у меня даже с ним селфи есть спокойной ночи очень приятно потому что на реально объяснить что перо чита диета диета и тренировки вот идешь в зал начиная три раза в неделю с маленьким весом те же упражнения ты можешь ходить в зал на силовую тренировку три раза в неделю ты можешь добавить еще кардио три раза в неделю после изменяю что на ты мы что-то просто по-домашнему у нас клуб клуб друзей вот и можно еще помнить что все это будет бесполезно если не будет диет очки то есть должна съедать меньше калорий чем то количество килокалорий при котором тебе бедра начинают реально пухнуть и жиреть то есть если это не будет сделано если будешь тортиком заедать каждую тренировочку или хотя бы даже риском посмотреть на фитнес-бикини которые очень огромные на массе с такими огромными бедрами когда они выходят на сцену у них в принципе остаются остается пресс даже остается задняя часть но у них бедер нет потому что они уходят почему говорят что да закончим про бедра вы поняли меньше кушать и тренироваться бедра будут окей если не помогает начать неправильная система тренировок неправильная система питания значит вам нужно заходить на мой сайт и обращаться к юре я все налажу а следующий если стесняетесь меня девчонки обращайтесь к ней она все наладит но по поводу дениса борисова спросили правда ли что денис борисов забывает тема разговора когда он общается его спрашивают забрать ну ребят но у него большой поток информации теоретически такое возможно у меня тоже такое бывает что вопросы задают там что-то забыл но я лично не наблюдал такого я не наблюдал серьезно может быть теоретически такое возможно если человек много работает я такого не видел следующий вопрос господа юлечка может ты скажешь что-нибудь а я что нужно сказать ну какой следующий вопрос у вас дома есть спортзал у нас дома нет там был вопрос по поводу мдфита поставь камеру пожалуйста я тебя снимаю чтобы было еще работает дома у нас нет сейчас это хотим мы очень это хотим мы думаем над этим как это каждый день хотим а и зал тоже да как впечатление каникул авто и каникулы сами по себе это очень хорошее впечатление даже если бы они были там было в миронов он все время делал так выбегал каждый пидо 8 то есть тут выбегает миронос какой красивый и побежал дальше но вообще веселый пацан вообще все были ну и правильно делать что на тему своих своей репутации как бороться с возбуждением не могу думать о вещах поважнее либеда как порог ну абстрагироваться то есть ты запустим найти в первую очередь которая будет до хорошая хорошая красивая девушка тебе нужна которая будет только у тебя возбуждение появилось она как раз и прибил его на место где у тебя есть по пару часов свободных можешь гулять и в эти пару часов заниматься творческой деятельностью работать девушку с которой эти компромиссы решаются спасибо что прорекламировали мой сайт за это мы не баним в нашем эфире оптимальная масса при росте 175 трудно сказать потому что мы не знаем какие какие пропорции самого как бы скелета какая фактура ну на вскидку может быть 90 нормально 85 90 килограмм нормальный вес жили мы буквально трех минутах ходьбы соседнем отеле то есть нам приглашали постоянно оставаться так мы были с ребенком mtv съемка пошла а жили буквально в трех минутах за поворотом вилла была чуть-чуть повыше мы были чуть пониже ехать на машине даже хорошего я нашел моя лысина обратите внимание можно поставить камеру не акцентировать внимание на лысине моей а почему мне нравится раковская уж какой у тебя рост и сколько ты весишь сто восемьдесят шесть роз овец у тебя сто восемьдесят шесть роз у тебя не спросили у кого обратите внимание вот она в киеве по работе сейчас бываем реже очень сложно везде бывать стараемся везде бывать понемногу но везде не успеваем а я не знаю почему на нога лысо побрился может юля знает ведь ты не знаешь уже уехали мы уже в самолете сидели когда его брили он от горя побрился что мы уехали раньше он просто очень подружился с нами и он у него такие чувства знаете его тонкая ранимая душа когда он узнал что спаса гукоцкий со своей женой уехали он сказал все зачем эти каникулы бреюсь на лысо взял и побрился хорошо к нам относился и очень много хорошего говорил чем расположил к себе ребята натурал должен тренироваться три-четыре раза в неделю сто процентов тренировки не должны идти больше чем час полтора максимум я знаю одного кадра он занимался по типа по два часа его зовут двп но учетом не не верится что это подойдет большинство натуралов я думаю час полтора ну что ж друзья это был очень интересный эфир к сожалению наше время очень ограничено и хотел сказать что я очень вас люблю я очень благодарен вам за те комплименты что вы сделали прекрасно юлечки она самая красивая в мире и хочу сказать что о заработке на ставках на спорт я ничего не думал что никогда таким не занимался и и разбивая тренировку друг каким местом надо заработать головой но она большая что могу сказать друзья мои бицепс и пресс делить не вижу смысла потому что это маленькие объемы тренировки вполне совместимо в одну но если у вас много времени можно утром покачать бицепс вечером пресс ребята я очень вас люблю мы вас любим подписывайтесь на наш канал на ютюбе подписывайтесь на наш инстаграм пожалуйста будьте здоровы ссылки в описании к этому видео которое будет выложены прямо из перископа прямо на ютюбе и пока 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 скажи что нибудь всем доброй ночи у кого ночь если случайно у кого-то не ночь другого времени суток всего доброго тренируйтесь следите за собой и все у вас будет очень хорошо саша попрощайся с нашими рыбами скажи пока ставьте лайки что молчишь счастливо он был не готов просто разостали врасплох он был в шоке это не то сделай ну не знаю